Привет! И это прямой эфир для абитуриентов. Я ее ведущая Элина Шепелева. Сегодня поговорим о поступлении в Институт физики Казанского Федерального Университета. На вопросы ответит заместитель директора по образовательной деятельности Института физики КФУ Наталья Викторовна Болтакова. Здравствуйте! Здравствуйте! Напоминаю, что вопросы можно задавать в нашем инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Ну а мы начинаем с первого вопроса. Какие направления есть в вашем институте? У нас есть несколько направлений. Из них основные физика, радиофизика, нанотехнологии, биотехнические системы, геодезия, астрономия и инноватика. И практически все эти направления также имеют продолжение в магистратуре. И педагогика еще, педагогика информационной безопасности. Основные два крупных направления это физика и радиофизика, куда мы набираем самое большое количество абитуриентов. Остальные направления уже поменьше. Скажите, пожалуйста, а с какими ЕГЭ можно поступить к вам в институт? В институт физики можно поступить с дисциплинами, с предметами физика. Основной предмет у нас физика, не считая всех предметов русский язык и математика. То есть русский язык всем абитуриентам, для любых институтов обязательный. Второй предмет у нас математика обязательный. И физика. По некоторым направлениям можно выбрать либо физика или химия, например, для нанотехнологий. Можно выбрать физику или информатика. И для педагогического направления там еще больше спектр предметов, которые вы можете выбрать. То есть вы можете выбрать тот предмет, даже если вы их оба сдавали ЕГЭ, вы можете выбрать тот, где у вас больше баллов и поступить к нам. А какой проходной балл был в прошлом году на бюджет? В прошлом году у нас был примерно около 220, если в среднем поговорить, по разным направлениям. По некоторым дисциплинам особо популярным, например, инноватика, информационная безопасность, там побольше средний балл. Например, на инноватику у нас был средний балл 259, на информационную безопасность 252, но это самое популярное направление, поэтому на них такой большой средний балл получился. А на остальные направления это где-то около 220, 220, 230. Это средний балл. А вот скажите, будете ли вы проводить еще раз пробный ЕГЭ по физике? Да, пробные ЕГЭ у нас будут еще проводиться. Следите за новостями на нашем сайте, на нашей странице ВКонтакте, на официальном сайте КПФУ Института физики, в Инстаграм-аккаунте также у нас все новости размещаются. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и будете следить за тем, когда проходят курсы. У нас проходят курсы подготовки к ЕГЭ по физике, когда проходят у нас пробные экзамены по ЕГЭ, и когда у нас проходят различные другие мероприятия. Например, у нас в этом году открыт цикл научно-популярных лекций, который также будет понятен и школьникам, и студентам других направлений, не обязательно физиков. Когда наши молодые ученые простым языком рассказывают о том, чем они занимаются, и что сейчас происходит в науке, куда движется физика, но так, чтобы это было понятно всем. Скажите, пожалуйста, о вступительных испытаниях по направлению физико-квантовых систем и квантовых технологий. Какой проходной балл? А также, может, что-то порекомендуете нашим абитуриентам? Физика квантовых систем и квантовые технологии – это один из профилей направления физика. То есть у нас ребята поступают на физику, вы поступите на направление, и затем вы определитесь, на какой профиль далее вы хотите распределиться. Спустя некоторое время, когда вы поймете, какие дисциплины на том и другом профиле, в чем специфика профиля, вы определитесь с профилем. Но на оба профиля экзамены одни и те же, вернее, вступительные испытания. Это физика, математика и русский язык. Так, средний балл на направлении в прошлом году был 233 балла. Но это не говорит о том, что в этом году будут такие же баллы. То есть все зависит от вас самих, дорогие наши абитуриенты. Чем вы лучше напишите ЕГЭ, тем выше будут эти баллы. Но отчаиваться не нужно, даже если у вас что-то не получилось, поскольку много факторов играет тут, когда вы сдаете ЕГЭ. Вы всегда можете подать заявление на несколько направлений. Мы всегда так рекомендуем абитуриентам. Даже если вы очень-очень хотите поступить на физику, мы всегда рекомендуем вам подать еще, по крайней мере, два заявления. Также в наш институт на другие направления, чтобы повысить свои шансы на то, чтобы поступить в наш институт. А затем у вас будет возможность перевестись. При наличии свободных мест вы сможете перевестись на желаемое направление. А как происходит поступление после техникума? После техникума ребята, если они не сдавали ЕГЭ, они могут сдавать вступительные испытания. Так же, как это происходит для иностранных граждан, которые не сдают ЕГЭ, и с которыми у нас нет договоренности между странами о перезачете вступительных испытаний школьных в том государстве, о приравнивании баллов или о перерасчете баллов на наши баллы, соответствующие ЕГЭ. Такие граждане и наши граждане, которые закончили профессиональное училище, техникумы, они могут сдать вступительные испытания. Эти экзамены проходят во второй половине июля, по-моему, с 16 по 25 июля они запланированы в этом году. И задания того же уровня, что и ЕГЭ. То есть для подготовки к вступительным испытаниям вы можете использовать все ресурсы, которые используют старшеклассники, когда готовятся к ЕГЭ. Это сделано для того, чтобы все абитуриенты были в равных условиях и выполняли равные по сложности задания, чтобы не было ни у кого преимуществ. Так же, как выпускники школ, выпускники профессиональных образовательных организаций также на тех же правах, на тех же условиях смогут поступить к нам и учиться. А вот что дает участие в Олимпиаде КФУ по физике? Участие в межрегиональной Олимпиаде, если имеется в виду, потому что у нас несколько Олимпиад проходит разных. Победители и призеры имеют преимущество в том, что им добавляются баллы. То есть победителю засчитывается вступительное испытание 100 баллов, то есть независимо от того, насколько баллов он сдаст ЕГЭ по физике, победителям засчитывается 100 баллов при поступлении, а призерам, по-моему, добавляется 5 баллов. Это нужно уточнить в положении, я тут могу ошибаться, но преимущество есть. В любом случае какие-то бонусы для поступающих есть, для призеров и победителей. Спасибо. А вот интересует направление нанотехнологии и микросистемная техника. Кем и где потом можно работать после университета? Нанотехнологии и микросистемная техника сочетают в себе две области. Как это следует из названия? То есть это нанотехнологии и микросистемная техника. То есть здесь ребята могут заниматься по двум направлениям, либо они могут заниматься исследованием объектов, то есть постигать методы материаловедения, например, но объектов наноматериалов или методы создания наноматериалов. Тогда они пойдут работать в какую-то, возможно, промышленность, в химическую промышленность, либо в организации по разработке каких-то препаратов, это могут быть медицинские препараты, либо они могут идти в какие-то лаборатории или в те организации, где есть такие лаборатории по исследованию, также по разработке материалов. Также на производство, которое занимается электроникой, вот это вторая часть, микросистемная техника, то есть там, где разрабатывается какое-то высокоточное оборудование, которое использует современные технологии, уже используют квантовые технологии, квантовые вычисления. И здесь же ребята, те, кто интересуется, например, какими-то теоретическими расчетами, моделированием, они могут найти себя именно в этой сфере. То есть не обязательно они могут что-то исследовать, реальные какие-то материалы, или создавать какие-то устройства электроники, они могут заниматься моделированием. То есть это своеобразный дизайн материалов для того, чтобы сэкономить время технологам. То есть они могут пользоваться известными программными продуктами, которые у нас есть в институте, используются для обучения и для выполнения выпускных работ, могут смоделировать, если им нужно какое-то новое вещество, новый материал, которого пока нет. То есть они могут смоделировать этот материал, из чего он должен состоять, проверить вообще, устойчиво это сочетание или нет, будет ли такой материал существовать, в каком температурном режиме он может существовать. То есть все свойства разрабатываемого материала спрогнозировать, смоделировать, и уже при достаточно высокой вероятности того, что этот материал будет существовать, что он будет функционировать, будет функционировать именно так, как нам нужно, проявлять те свойства, которые мы от него ожидаем, уже это запустить в производство. То есть тем самым сэкономить технологам ресурсы на закупку сырья, на время, на проведение вот этого технологического эксперимента, уже все пойдет гораздо быстрее. А имеют ли студенты доступ к оборудованию для собственных исследований? Первый, второй курс, естественно, ребята у нас не допускаются к высокотехнологичному оборудованию, поскольку оно высокоточное, оно требует особой квалификации. Даже при закупке, при поставке нового оборудования в университет, в научную лабораторию, сами научные сотрудники проходят сначала обучение, как работать на этом оборудовании. Естественно, если сядет студент, он может что-то сделать не так, не нарушить алгоритм и тем самым нарушить работоспособность оборудования. Поэтому к высокотехнологичному научному оборудованию студенты допускаются, когда они уже на третьем курсе выполняют научно-исследовательскую работу, прикрепляются к научному руководителю, и тогда уже, работая в реальной научной группе, в коллективе, им постепенно делегируются какие-то полномочия, начиная с простейших функций, и уже, если далее человек продолжает работать в этой же научной группе, не меняет тематику, естественно, он уже становится, обладает профессиональными навыками, компетенциями по работе с данным типом оборудования, то есть тогда уже, возможно, руководитель ему может доверять и оставлять совершать полный цикл измерений. Перейдем немножко к другому направлению. Почему на астрономии срок обучения 6 лет? Что изучают студенты? Астрономия у нас относится к специалитету, это не бакалавриат, то есть там обучение проходит больше, чем 4 года, и 6 лет обучения связано с тем, что программа очень насыщена практиками, ребята выезжают на длительные практики в обсерватории, они работают не только в нашей обсерватории, как вы знаете, наверное, многие, то есть у нас есть недалеко от Казани обсерватория, где находится наш университетский планетарий, то есть это такая самая близкая база для прохождения практики. Далее у нас есть Кавказская обсерватория, и также наши ребята, астрономы, ездят на практику в Турцию. Многие мечтают поехать в Турцию отдохнуть на море, а наши ребята ездят туда на практику работать, но они ездят не на море, а ездят в горы. Второй аспект, почему больше период обучения, связан с тем, что на этой специальности ребята получают 2 квалификации. Поскольку астрономов не так много нужно, все в науку не пойдут, большая часть выпускников идет работать в школы. Тем более сейчас снова ввели предмет астрономии в старших классах, и возникла большая потребность в новых преподавателях, в новых учителях. Тем более если эти преподаватели закончили университет, они знают больше, чем написано просто в учебнике, где просто элементарные знания о строении Солнечной системы. То есть это специалисты, которые более широко видят астрономию, ее приложение, они знают астрофизику. И у выпускников кафедры астрономии, специальности астрономии, у них в дипломе написано астроном.преподаватель. То есть они получают двойную квалификацию, и этим тоже обусловлен удлиненный период обучения. То есть у них в учебном плане есть дисциплина педагогического цикла. Спасибо. А теперь можете, пожалуйста, поподробнее рассказать о направлении информационная безопасность. Информационная безопасность направление схожее немного с радиофизикой, поэтому оно реализуется в нашем институте тоже. На этом направлении ребята учатся основам, так же как радиофизики, они понимают, как принимать сигналы, как передавать сигналы. То есть это направление, которое связано с передачей информации. Но поскольку оно называется информационная безопасность, основной задачей здесь, конечно, является не само оборудование, которое передает информацию. То есть задача не передать информацию, а передать ее так, чтобы ее никто не перехватил. То есть это направление, которое занимается обеспечением безопасности передачи, приема данных. То есть какие бывают каналы связи, они тоже у нас бывают разные, мы знаем. То есть можно просто по проводу передать информацию. Есть беспроводная связь, все мы сейчас ей пользуемся. Различные каналы. То есть почему вот есть 3G, 4G, 5G, что это такое. Ребята все это познают, что это такое, чем отличаются эти каналы связи, какой канал связи безопаснее и в каких условиях. То есть не всегда один и тот же канал оказывается самым безопасным. В каких-то условиях может быть лучше воспользоваться другим каналом. То есть как обеспечить вот это качество связи, качество передачи, как ее зашифровать, как ее расшифровать. И так, чтобы даже если кто-то перехватил этот ключ к шифрованию, он не смог бы расшифровать, потому что ему нужна еще одна часть ключа, которая берется из другого источника. То есть вот это задача информационной безопасности. Эти задачи очень тесно сейчас, очень сильно вошли в нашу жизнь, даже для обеспечения наших личных данных. Все с этим сталкиваются сейчас, постоянно всем звонят, то из одного банка, то из какого-то непонятного центра здоровья, навязывают свои услуги. И когда спрашиваешь, откуда у вас мой телефон, они это замалчивают. Это вот таким образом происходит утекание информации. И задача как раз специалистов по информационной безопасности, одна из задач, это, например, сохранение ваших персональных данных. Спасибо. А вот мы с вами ранее немножко затронули тему поступления. И такой вопрос. Как проводятся вообще вступительные экзамены? Будут они очно или дистанционно? И вот к чему готовятся? Все зависит от эпидемиологической ситуации, конечно же. То есть как мы впервые с этим столкнулись, когда у нас один сезон вообще полностью были все дистанционно онлайн-экзамены. Далее мы научились с этим работать, и во многих случаях это оказалось удобным. Например, когда абитуриенты живут на другом конце страны, или это иностранные абитуриенты, тогда они имеют возможность сдавать экзамен онлайн. И в личном кабинете у абитуриента, когда вы заведете личный кабинет для того, чтобы поступить к нам в Казанский университет, вы туда загрузите, либо это через госуслуги делается, но все будет продублировано все равно на нашем сайте, там будет у вас графа, где вы выберете, как вы хотите сдавать экзамен, очно или дистанционно. То есть кто-то волнуется, боится, что дистанционно не отправится у него вовремя задание, или что вдруг его заподозрят, что он списывал, поскольку хоть и дистанционно, все равно используется процедура прокторинга. То есть за вами будут следить, либо это будет программно, либо будет реальный человек следить, не списывает ли абитуриент, не открывает ли он какие-то дополнительные окна. Для кого-то, наоборот, это является стрессом, и он боится, что вдруг я чихну, меня заподозрит, что я в это время списывал. Я лучше приду и здесь напишу. То есть вы сами выбираете, каким образом вы хотите сдавать экзамен. Если вы сдаете, то есть если вы поступаете не по ЕГЭ, вы выбираете, хочу сдавать очно, ставите галочку или дистанционно, и вам будет предоставлена такая возможность. Ну и последний вопрос на сегодня. Проводите ли вы экскурсии для школьников? Мы проводим экскурсии традиционно в дни открытых дверей, и ближайший день открытых дверей очный, у нас 26 марта. Приглашаем и родителей, и учеников, и также мы проводим экскурсии отдельно для школ, при достаточном количестве желающих. То есть к нам обращаются школы из других городов, созваниваются, звонят мне или пишут письма. Мы договариваемся, в какой день нам удобно, в какой день удобно школе. Обычно это субботы, в другие дни, потому что затруднительно и школьникам затруднительно пропускать занятия, и нам затруднительно, поскольку экскурсии проводят преподаватели, сотрудники, задействованные в учебном процессе, и лаборатории у нас все заняты студентами, и поэтому много мы не можем показать. Поэтому экскурсии мы проводим по субботам и при достаточном количестве учеников. Не один-два человека, а если, например, класс целиком к нам приезжает, или с параллели собирают желающих, чтобы человек 15-20 было учеников. Спасибо большое. Ну а наш прямой эфир подошел к концу. На вопросы отвечала заместитель директора по образовательной деятельности Института физики КФУ Наталья Викторовна Болтакова. А с вами была я, ведущая, Элина Шепелева. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова